Бисмаля, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى آله и أصحابه من والآله. Говорит о сфере сура تن ناس, разъяснение суры о ناس. Так что касается количества аятов этой суры, то в мусхафе Макки, а также в мусхафе Ашшами принято то, что эта сура состоит из 7 аятов. Что касается остальных свитков, остальных мусхафов, то в них принято то, что эта сура состоит из 6 аятов. Говорит, что касается слова о том, является ли это сура Микканской или же она является Мединской, то разногласия в ней подобны тому, какое имеется относительно суры Аль-Фала. И ранее мы уже говорили о том, что более верное мнение, то что это сура, то есть сура Аль-Нас, так же как сура Аль-Фала, является Мединской, по более верному мнению. И то же самое, что касается достоинств этой суры, суры Аль-Нас, а также того, есть ли относительно этой суры какая-либо причина неспослания. Речь об этом также шла, когда мы избирали суру Аль-Фала. Говорили о том, что достоинств этой суры довольно много, то есть говорили о том, что хадисы обычно приходят относительно достоинств как суры Аль-Фала, так и суры Аль-Нас вместе, в паре, что называется. Что касается причин неспослания, то указывали на то, что не установлено какого-либо достоверного хадиса относительно причин неспослания суры Аль-Фала или суры Аль-Нас. Говорит Всевышний Аллах в первом аяте этой великой суры, Говорит Всевышний Аллах в первых аятах этой великой суры То есть эти аяты означают «Скажи, я ищу прибежище у Господа людей, у властелина людей, у божества людей, или по-другому, у Бога людей». То есть Всевышний Аллах в первом аяте этой великой суры Аль-Фала приказывает своему пророку сказать «Коль я Мухаммад, скажи о Мухаммад, ауду, то есть астаджируу аль-таджиу аапасыну». То есть я ищу прибежище, ищу защиты. Говорит у нас, у кого? У Господа людей, а также у их налик, у их властелина, у их царя, у Айляхи и их божества. То есть Всевышний Аллах в Анаутале является как Господом людей, так и царем людей, властелином, то есть так и Богом людей, божеством. Говорит, если же кто-то спросит нас, почему Всевышний Аллах в Анаутале выделил в этих аятах именно людей? И сказал то, что Он является Господом людей, царем людей и Богом людей. Вместе с тем, что Всевышний Аллах в Анаутале является Господом и властелином, и божеством всего этого, то есть всего, что сотворено, всего, что на небесах и на земле. Так почему Всевышний Аллах в Анаутале выделил именно людей в данном случае? Кому Каля Субхану или в других аятах Всевышний Аллах в Анаутале говорит, «Аль-Хамдзабилляхи, Раббил Адамин, хвала Аллаху, Господу миров». Не говорит просто «Господу людей», говорит «Господу миров». Каля также Всевышний сказал, «Валилляхи, мулькус самоватю в Аль-Ард, ванабейнахума». И Аллаху принадлежит власть, или владение небес и земли, и того, что между ними. Каля также сказал, «Валилляхи, Сама и Иллах, вафил Арды Иллах». Он тот, который является на небесах божеством и на земле божеством. То есть его божественность распространяется как на небесах, так и на землю. Обладатели знания ответили на это вопрошение двумя ответами. Первый ответ. Сказали то, что слово «Аль-Нас» в этих аятах. И во всех них повторяется слово «Аль-Нас». Некоторые из ученых, как это приходит в «Калмус Аль-Мухид», указано на то, что слово «Аль-Нас» взято от слова «Аль-Навас», что в переводе означает «Аль-Харака валит-Тараб», то есть движение и переворачивание. То есть когда предмет или объект не является застывшим, не является неподвижным, но двигается, совершает определенные движения, переворачивания и так далее. И исходя из этого получается, что по словам «Нас» не имеется в виду лишь люди, но подразумевается уже как люди, так и джинны и даже другие творения. То есть любые творения, которые совершают какое-либо движение. Значит берется из первого ответа обладатели знания, что «Коль аууза варабин нас», скажи я ищу привержившего Господа «Нас», под «Нас» не имеется в виду кто, только лишь люди, только лишь сыновья Атама, но имеется в виду кто, имеется в виду как люди, так и джинны, и все остальные творения, которые подвержены движению, то есть которые совершают движение, переворачиваются и так далее. Это первый ответ. И исходя из него получается то, что Всевышний Аллах Схану Атали в этом аяте не выделил именно людей, но выделил все, что подлежит движению, что подвержено движению. Отстание и второй ответ. И вот этот вот второй ответ кажется наиболее верным. «Лябнан инс муазвамун мукаррамун» То, что Всевышний Аллах Схану Атали выделил в этих аятах именно людей. Почему? Потому что они возвеличены, и им оказан почет в качестве творения. То есть человек как творение возвеличен Всевышним Аллах Схану Атали и почтен им. Как сказал Всевышний, «Мы почтили сыновей Адама, мы возвеличили сыновей Адама. Мы носим их как на суше, так и в море». То есть имеется в виду, мы даем им передвигаться как на суше, так и в море. «И мы наделяем их различными благами». А также потому, что пророки именно из людей. А также книги, в первую очередь, были неспособны кому? Именно людям. И то, что обращение Всевышнего Аллаха Схану Атали в священных писаниях через его пророков и посланников направляется в первую очередь именно к людям. И только уже потом в джинну. И именно из людей, пророки, как мы говорили ранее, среди джиннов нет пророков, но среди них есть только кто? Нозор. Среди них нет пророков и посланников, но среди них есть Нозор, то есть предостерегающий. Цель которых и миссия которых была предостерегать, то есть брать знания и перенимать его от пророков и посланников, а затем возвращаться к своим народам и предостерегать их от зла, от заблуждения и тому подобное. Оллау Аль. И одному Аллау лучше известно. Значит, что мы поняли отсюда? Первый момент полезный, чему Всевышний Аллах Схану Атали выделил в этих аятах именно нас, именно людей. На это мы сказали в обладателе знания два ответа. Первый ответ заключается в том, что под словом «нас» в данных аятах не имеется в виду людей, но имеется в виду каждый объект, каждое творение, которое двигается. А второй ответ заключается в том, что в этих аятах имеется в виду именно люди, и Всевышний Аллах Схану Атали выделил их, людей, потому что люди являются наиболее почетным творением для Всевышнего Аллах Схану Атали, наиболее возвеличенным. И так, что даже Всевышний Аллах приказал ангелам поклониться человеку после того, как он его создал. И также именно из людей, пророки и посланники к ним были неспособны книги в первую очередь. И именно к ним направлено обращение Всевышнего Аллаха в его священных писаниях также в первую очередь. Говорит в следующий полезный момент, который берется из этой суры. Говорит, эти три аята, первые три аята из этой суры включают в себя три великих атрибута Всевышнего Аллаха Аль-Уля, первый из них Аль-Рубубия, его господство над творениями, над людьми. Аль-Санни Аль-Мульк Второй атрибут Всевышнего Аллаха который упоминается в этих аятах Аль-Мульк, его владение, то, что он является властелином Аль-Санлица И третий атрибут Аль-Илляхия Это божественность, то, что Всевышний Аллах обладает божественностью над творениями. Хватит Салят Ас-Сута, Далилю Сарих, Аля-Тагаю Говорит, здесь важный момент то, что вот эти вот три аята являются явным доводом, который указывает на то, что между этими понятиями есть разница. Господство это не то же самое, что божественность. И господство и божественность это не то же самое, что Аль-Мульк то есть владение. Говорит и в этих аятах о провержении Суфия, а также тем, которые пошли по их пути и стали порицать Аль-Сунна Аль-Джима, приверженцам Сунны и Единой общины, которые указывают на то, что Ат-Таухиид, то есть Единобожие делится на три части, делится на три вида Рубубия, Ва-Улюхия, Ва-Усма, Уссуфат то есть Единобожие в господстве, Единобожие в божественности и Единобожие в чем в именах и атрибутах. Божественность берется из слова Иляхин Нас. Что касается господства, то берется из слова Говорит и большое количество аятов и доводов указывают на верность этого деления Единобожия которые делятся на три вида Говорит из этих доводов вот эти вот три аята Сура Аль-Нас, Сура Аль-Фатиха, а также Сура Аль-Фатиха Всевышний Аллах, Хану Атали, говорит Говорит, 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 Г Сура Аль-Фатиха указывает нам на что? Указывает также на вот эти вот три лида единобожия, на которые они, оно делится. И также слова Всевышнего Лосфона в Суре Марьям, где Всевышний сказал Он является Господом Небес и Земли и того, что между ними и проявляй терпение при поклонении Ему. Знаешь ли ты кого-либо, кто равен Ему в имени? Или знаешь ли ты кого-либо подобного Ему? В этом указание на господство. Господь Небес и Земли и того, что между ними это указывает на господство Всевышнего Лосфона в Суре Марьям. Поклоняйся же Ему и проявляй терпение при поклонении Ему. Это указывает на божественность Всевышнего Лосфона в Суре Марьям. Потому что люди поклоняются Всевышнему Лосфона в Суре Марьям. Почему? Потому что Он обладает божественностью, обладает правом на это поклонение. Знаешь ли ты кого-либо, равного Ему в имена? Или в чем? Равного Ему в общем. Это указание также на что? что это уже указание на имена и на атрибуты. Значит, с этим вопросом, иншаллах, разобрались. То, что Сура Ан-Наз, точнее, первые ее три аята, указывают на верность слова Ахаз-Сунн-Нурджима, приверженца к Сунной Единопчине, в том, что Единобожие делится на три вида – в господстве, в божественности, а также в именах и атрибутах. Теперь, следующий важный момент. В Аллаху Аз-Зау Аджель, Закараби, Сухат Ас-Салав, говорит, обратите внимание, Всевышний Аллаху Аз-Наз упомянул вот эти вот три атрибута свои. То, что Всевышний Аллаху Аз-Наз является господом людей, и их пластилином, а также их божеством, то есть их Богом. Зачем Всевышний Аллаху Аз-Наз упомянул именно эти три атрибута и приказал пророку, саллаху Аз-Наз искать прибежище у Всевышнего Аллаху Аз-Наз, который обладает этими тремя атрибутами? Говорит, Танбиха – это в качестве напоминания и в качестве обращения внимания на то, То, что Он является господом людей, насколько бы великими эти люди не были. То есть, если мы видим какой-либо великий народ, могущественный народ на земле, или каких-либо могущественных людей на земле, отдельных каких-то личностей, все равно Всевышний Аллаху Аз-Наз является их господом, насколько бы велики они не были. А также то, что Он является их царем и их властелином, чем бы они ни владели? Какими бы владениями эти люди не обладали, их истинным царем и владельцем является Всевышний Аллах Фану Атали. Поэтому эти люди, хоть и являются на сегодняшний день царями, властелинами, в том смысле, что владеют государствами, владеют территориями, владеют имуществом, владеют и владеют и тому подобное, несмотря на это Всевышний Аллах Фану Атали говорит, он является владельцем людей. Они, эти люди, чем бы они ни владели, являются владением Всевышнего Аллах Фану Атали. И Аллах Фану Атали в конечном итоге владеет всеми ими. И то, что он является их божеством, даже если они совершают многобожие, и даже если они предают ему сотоварищей кого-либо иного. Этот момент очень важный. Значит, Всевышний Аллах Сан-Алла говорит, «Оль, а Роза, горох Беннесса, скажи, я ищу прибежища у Господа людей». Почему? Потому что, какими бы господами эти люди ни были, и чем бы они ни владели, какая бы власть у них ни была, и какими бы великими они ни были, все равно над ними их Господь Всевышний Аллах Сан-Алла. Почему? Потому что эти люди, чем бы они владели, где бы они царствовали, и как бы широко ни было их владения, все равно в конечном итоге ими всеми владеет Всевышний Аллах Сан-Алла. И именно он их конечный властелин. То есть и божества людей, и Бога людей, это указывает на то, что даже если ты видишь, что эти люди совершают блага Божия, предают Всевышнему Аллах Сан-Алла со товарищей в поклонении, не подчиняются Ему, ослушаются Его и так далее, все равно Всевышний Аллах Сан-Алла остается их Богом и остается обладающим божественностью над людьми. Хотят они этого или не хотят, желают они этого или не желают, подчиняются они Всевышнему Аллах Сан-Алла или нет. Камакада Та'ала, как сказал Всевышний, кому принадлежит владение сегодня? Одному Аллаху Ал-Кахар, то есть подавляющему. Обратим внимание, это Всевышний Аллах Сан-Алла скажет в супный день, тогда, когда уже никто не сможет противостоять Всевышнему Аллаху Сан-Алле и заявлять о своем владении, о своей власти, царстве и тому подобное. И раз мы поняли то, что Всевышний Аллах Сан-Алла обладает абсолютным господством и владением, а также божественностью, то отсюда понимается, что необходимо искать. Привежище и защиты именно у него, именно у Всевышнего Аллаха Сан-Алла посредством его господства, посредством его владения и посредством его божественности. Меншар визхар куллихим. Отчего мы ищем прибежище у Всевышнего Аллаха Сан-Алла? От зла всех творений, от зла всякого творения, в котором есть зло. Кавириим, усажириим, будь то великим это творение или ничтожным. Куаджинних маинсихим, будь то это джинн или люди. Кулахайваних море визалих. Или же будь это животные и тому подобное. То есть, каким бы творением ни было это творение, в котором есть что-то из зла, мы ищем прибежище у Всевышнего Аллаха Сан-Алла, вот этого творения. Потому что Всевышний Аллаха Сан-Алла обладает господством, владением и божественностью. Говорит. Отчего мы просим защиты у Всевышнего Аллаха Сан-Алла в этой суре? Далее Всевышний Аллаха Сан-Алла говорит. Отчего мы ищем прибежище у Всевышнего Аллаха Сан-Алла, господа людей, царя людей и божества людей? От зла навущающего и отступающего. Что это означает навущающего и отступающего? Здесь необходимо указать на то, что есть различные мнения относительно смысла этого аята. Скажем вначале так. То есть, имеется в виду о зла шейтана, который навущает людям тогда, когда они находятся в забвении и забывают о Всевышнем Аллах Сан-Алла, он вмешивается в их сердца и начинает навущать им. И в свою очередь он отступает тогда, когда люди поминают Всевышнего Аллаха Сан-Алла и находятся в Филия Хаза, то есть не находятся в забвении, находятся в бодрственне и в трезвом состоянии духа и разума. То есть помнят о Всевышнем Аллах Сан-Аллах и отдают себе отчет о том, что их врагом является шейтан и что необходимо от него защитяться и не подпускать его к себе. Значит, что получилось? Смотри. Что значит Аллах Сан-Аллах Сан-Алла в этом аяте? Мин шарли понятно. От зла. От всякого зла кого? Аль васва сил ханнас. Что такое аль васва сил ханнас? Говорят аль васва аль мен шарли дел васва сил. Имеется в виду от зла обладающего васвасом. Обладающего научением. В ходе фальмубав. Поэтому здесь удалено одно из слов. Из-за чего? Из-за того, что оно и так понятно. Здесь под словом «васвас» не имеет в виду сами наущения. Кто-то может перевести от зла наущений ханнаса. Нет, здесь под словом «васвас» не имеет в виду наущения, но имеет в виду сам наущающий, то есть искуситель, сам шайфан, сам дьявол. Слово «альвасвас» приходит «сфатхинад вау» – «альвасвас». «Сфатхинад вау» означает «альисан», то есть имя существительное, действующее лицо. «альвасвис» – «альвасвис», то есть тот, кто научает. Говорит «уауа бикасрилу альвастор бимамин васваса». А если приходит с «касрой», если бы было «меншарвилу висвасль ханнас», вот если бы было «висвас», то в этом случае слово «висвас» означало бы «сами наущения». То есть разница же есть. Одно дело сказать «я ищу защиту у Господа людей, у Царя людей, у Божества людей от зла наущений ханнаса», или же сказать «от зла наущающего ханнаса». Разница между наущающим и между самими наущениями. Так вот, в этой суре говорит слово «альвасвас», если приходит с «фатхой», «альвасвас», то это означает «сам научающий», непосредственно действующее лицо, объект, то есть кто же это. Если бы мы сказали «альвисвас», то это было бы, что означало бы это слово уже сами наущения. Но в данном случае «альвасвас» приходит с «фатхой», поэтому это означает «тот, кто наущает». Говорит «вальвасваса», а что такое вообще «васваса», то есть само по себе «васваса». Это то, что у человека происходит в его сердце из разговоров, из мыслей. То, что бросается в сердце человека из различных образов, представлений, из различных мыслей, которые не обладают действительностью. В том смысле, что они, возможно, не материализованы в действительности, в реальности, но происходят лишь в сердце, когда человек представляет себе различные образы и тому подобное. Но мне здесь необходимо указать на то, что шайтан подходит человеку зачастую в образе советчика. «Анна леканал, сахан амин, я тебе верный советчик». Почему? Говорит, что «субханаллах, ты не взял в воду должным образом, возьми малое омовение должным образом, иначе всего, что Аллах Сфану Атану не примет от тебя ни омовение, ни твою молитву. У тебя остался локоть непомытым, у тебя на твоем лице осталось небольшое пятно, которое не дотронулась, вода и так далее». И научает человека с этой стороны. То есть не говорит ему «иди греши, соверши грех, сделай так, сделай дурное». Но чаще всего или зачастую шайтан подходит именно со стороны поклонений. Говорит, ты не совершил малое омовение должным образом. Или говорит, ты уверен, что ты сказал тагбир. Бывает же такое, то есть иногда бывает стоишь в ряду в намазе, и какой-либо человек по два раза делает тагбир в каждом движении. Уходит на земной поклон, говорит «Аллаху Акбар». И когда уже уйдет земной поклон, еще раз говорит «Аллаху Акбар». Зачем два раза произнес брат? Говорит, мне приходит мысль, что я не произнес в первый раз. У меня начинаются сомнения, произнес ли я тагбир в первый раз. Поэтому он произносит на всякий случай во второй раз. И так весь намаз. Почему? Потому что Идам приходит к нему и навещает. Ты уверен, что ты произнес тагбир? Если ты не произнес тагбир, твой намаз недействительный, твой намаз такой-то. Всевышний Аллах Ханутан не примет от тебя намаз. Произнеси на всякий случай во второй раз. И так далее. И мучает человека, чтобы он отвлекался в намазе и совершал лишние движения и лишние слова в намазе. Или же приходит к нему и говорит «Вот сейчас ты прочитал слово Фатиха». Субханалла, а знаешь ли ты то, что тот, кто прочитает суру Фатиха неверным образом, то эта сура не засчитается ему и, соответственно, не засчитается ему весь намаз. Потому что в хадисе сказано «Нет намаза у того, кто не прочитал мать писания». То есть в кого? Фатиха. Прочитай должным образом. Такой-то аят ты не высказал каждую букву из этого аята должным образом. Эта сура не засчитывается тебе. И затем человек читает фуру Фатиха Хазанова в третий раз, в четвертый раз и так далее. Бывает такое то, что человек может брать малое омовение час или два часа, берет малое омовение, начиная с первого намаза до второго намаза. То есть все это время между намазами не может взять омовение, потому что его постоянно приходит к нему наущение. И здесь лечением из этого, одним из лечений из этого является, что человек должен помнить о словах Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах не наисплатывает на душу человека, кроме того, на что она способна. Это, иншаллах, поняли. Говорит. Говорит слово «альвасваз» в этом аяте, это и есть шайтан. То есть речь идет о самом шайтане. Это мнение пришло в установленной форме от Ибн Аббаса, а также от Муджахида, от Катады, от Мукатиля, а также от Ибн Зейда. Некоторые же сказали, здесь имеется в виду сын Иблиса. Это мнение передается с неустановленным иснадом от Вахба ибну ибну Мунаббиха аль-Ахбари в длинной истории, но это мнение не подтверждается достоверным добрым. Балихи яминал Исра-Илият аль-Гариба аль-Мункара. Более того, это является одним из Исра-Илиятов, то есть из тех рассказов, которые приходят в передачах иудеев, или в передачах людей в Писании. И этот рассказ является каким? Является отвергаемым, является недостоверным. А значит, что у нас получилось? Что писать слово «альвасваз» в этом аяте? Что такое «альвасваз»? Не имеется в виду научение, но имеется в виду сам научающий, то есть шайтан. Это мнение является достоверным. И второе мнение, то что под «альвасваз» имеется в виду кто? Имеется в виду сын, научающего сына Иблиса. Это мнение не является верным, чему? Потому что не подтверждается доводом. Паль «альвасваз» про шайтан. Значит, мы поняли то, что «альвасваз» — это шайтан. Приходит к имама муслима со словом Ибн Масуда, который сказал посланник Аллаха, «Нет среди вас ни одного, кроме как вместе с ним есть его карин, есть его постоянно сопровождающий из джиннов». И тогда сподвижники сказали «И к тебе прикреплен такой же джинн, о посланник Аллаха». Он сказал «Тогда посланник Аллаха сказал «Да, и ко мне также прикреплен джинн, но Всевышний Руслан помог мне тем, что мой джинн принял ислам и не приказывает мне ничего, кроме блага». Здесь вот слово «фааслам» произошло в ученых разногласие. Что значит «фааслам»? Первые сказали, имеется в виду «И этот джинн мой принял ислам и приказывает мне только блага». И некоторые из ученых сказали «Под словом фааслам» имеется в виду «И я спасся от него». То есть я оказался в защите от него. То есть они сказали, этот хадис не означает того, что джинн пророка Саллаху Асаляма принял ислам. Он означает то, что хоть он и не принял ислам, но пророк Саллаху Асаляма был в защите, был в спасении от кого? От этого его джинна. И этот джинн не побуждал его ни к чему, кроме блага. То есть не мог его побуждать к чему-либо дурному. Два мнения у обладателей знаний. И более верным кажется мнение первое, что здесь именно имеется в виду «фааслам» — то есть он, шайтан, принял ислам. Не означает «я спасся», а означает «он принял ислам». И также приходит имам Муслим со слов «Аиша Р.Анха, что однажды посланник Аллаха Саллаху Асаляма вышел из ее дома ночью. Аиша Р.Анан говорит «Я заревновал его». То есть куда это он пошел ночью. Может быть пошел к другой из своих жен. Ходя Фараа на Асна. И пророк Саллаху Асаляма вернулся и увидел то, что я делаю. То есть увидел то, что я ревную, может быть одеваюсь за ним и так далее. «Фаакар малики Аиша Арифти» И тогда он сказал «Что с тобой Аиша заревновала?» «Факульту» «Ва мали ла югар мисли ала мисли» Она сказала «Почему бы подобный мне не ревновать к подобному тебе?» То есть я заслуживаю того, чтобы ревновать такого, как ты. «Фаакада Р.Асаллаху Асаляма» И тогда посланник Аллаха Саллаху Асаляма сказал «Ахаджиаки шайтануки» «Неужели к тебе пришел к тебе шайтан?» То есть начал тебе делать наущения и говорить о том, что я пошел к какой-то другой жене. «Калят я Р.Асаллаху Абаме шайтан» И тогда Аиша Р.Авана сказала «О посланник Аллаха!» «А что, разве со мной есть шайтан?» «Каля нам» И тогда пророк Саллаху Асаляма сказал «Да» «Культу Амаку линсан» И тогда Аиша сказала «И так с каждым человеком» «Каля нам» И он сказал «Да» И тогда Аиша сказал «И с тобой тоже у посланника Аллаха есть шайтан» «Каля нам» «Валякин Робби А'адани Алейхатта Асалям» «Да, но мой Господь помог мне относить на него и он принял ислам» «И я спасся от его зла» Видишь, опять берется из этого хадиса то, что с пророком Саллаху Асаляма тоже есть джинн который был неоступен с пророком Саллаху Асаляма но Всевышний Аллах Асаляма помог пророку Саллаху Асаляма и этот его джинн либо принял ислам и научал его только в благу либо же пророк Саллаху Асаляма спасся от него благодаря помощи Всевышнего Аллаха Асаляма и этот джинн не мог приказывать ему ничего кроме блага «Подалдул хадисам «Аля анна кулля инсам кадукки лаби и фарину амин шайаты» Говорит эти два хадиса хадис Ибн Масуда а также хадис Аиша и оба они приходят у имама-муслима оба этих хадисы указывают на то что с каждым человеком есть шайтан который прикреплен к нему поэтому нам приказано искать приближающего Всевышнего Аллаха Асаляма от зла этих шайтанов теперь переходим на разбор следующего вопроса что значит ханас от зла научающего отступающего первое мнение относительно этого сказали то есть когда человек находится в забвении шайтан приходит к нему и начинает научать его то есть становится тем научающим а если человек вспоминает о Всевышнем Аллахе и начинает его поминать то шайтан ханаса сразу отступает это мнение пришло в установленной форме от Ибн Аббаса а также Муджагеда от Катаба от Ибн Зайд а это мнение подтверждается тем что пришел имам Аль-Бухари тоже имам Муслана со слова Абу Грэйры о том что пророк сказал говорит поискни когда дается азан то шайтан убегает с этого места со звуком то есть выпуская кишечные газы со звуком для чего убегает с этого места для того чтобы не слышать звук азана то есть не может слышать голос Муазина и не может терпеть слова азана а когда Муазин умолкает перестает произносить азан он тут же возвращается и опять принимается за свою опять начинает наущать в сердцах людей говорит и то же самое когда он слышит азан сразу уходит для того чтобы не слышать голос или звук азан а если Муазин опять прекращает то есть умолкает и перестает произносить Икама, он вновь возвращается и вновь начинает наущать сердца людей. И в одном из ребятов у Бухари и Мусульма приходят, и он возвращается после Икама и начинает наущать сердца людей, так что человек находится в своем намазе, а потом опоминается в нем и не может вспомнить, сколько ракатов он прочитал, два ли прочитал, три ли прочитал, четыре и тому подобное. Аллаху Аззаджану Акуль, и Всевышний Аллаху Асфану Атата также говорит, Если касается их что-либо из наваждений и наущений шайтана, они тут же опоминаются, то есть прозревают, начинают видеть и трезвеют от того забвения, в котором они находились. Значит, что мы поняли? Первое мнение относительно того, что означает «Аль-Вас-Вас-Аль-Ханнас» в этом аяте, имеется в виду «Аль-Вас-Вас-Наущающий», «Аль-Ханнас-Отступающий». Как понять «наущающий» – «отступающий». То есть, когда человек находится в забвении, шайтан подходит к нему и начинает наущать и бросать ему в сердце различные мысли и различные представления, образы и так далее. Если же человек возвращается к поминанию своего Господа, вспоминает о Всевышнем Аллаху Анатата и выходит из своего забвения, то шайтан тут же отступает и не имеет власти над человеком. Это подтверждается хадисом у Бухарии Муслима со слов Абу-Уррэр. И также это подтверждается хадисом, который приходит у Абу-Я'ля, а также у Абу-Нуайма в книге «Аль-Хия», а также у Аль-Беха и его «Шуабу-Аль-Иман» со слов Ана-Сарадия Аллаху Ана-На-Навия, салаллаху асаляму, о том, что пророк, салаллаху асаляму, сказал «Инна шайтану аладиун хатмаху алякальби бни Адам». Поясни, шайтан накладывает свой хобот на сердце сына Адама. Говорит, если сын Адама начинает поминать Всевышнего Аллаха Анаутада, то шайтан отступает «Вайданасия илтақанакальбару фаосвас». Если же человек забывается и впадает в забвение, то он проглатывает своим хоботом сердце человека и начинает оосвас, и начинает наущать ему его сердце. Но этот хадис является слабым. То есть, если бы этот хадис был достоверным, то смысл этого аята «Миншар-дейдвасваси» был бы однозначен. То, что в этом аяте имеется в виду наущающих, когда человек находится в забвении, и отступающих, когда человек вспоминает во Всевышнем Аллахе, и начинает его упоминать. Но этот хадис является каким? Является слабым. Говорит Адам-Ибн-Кафир о нем гари. Ибн-Кафир сказал об этом хадисе, что он является гари, то есть слабым. И Адам-Ибн-Кафир сказал, что в леснаде этого сообщения Адам-Ибн-Абимара, который является слабым передатчиком. Говорит Шех Бажамбаль, в этом леснаде также Зияд Адам-Ибн-Мари, который тоже является слабым, исходя из того, что о нем сказано в книге Адам-Ибн-Хазир. Говорит, в хадисе «Ва Адфа ул-Хафиз кель-Хатах». И этот хадис надувал слабым также Хафиз Адам-Ибн-Хазир в его книге «Хатфульбар». Поэтому, исходя из того, что этот хадис Адам-Ибн-Малик, который приходит, как мы сказали, у Абу-Я'а, Адам-Ибн-Айма является слабым, из-за этого произошло разногласие среди ученых, что означает слово «Аль-Вас-Вас-Аль-Ханнас». Теперь, «Уа-Кидаху шайтан ямур нинсан бимасыетиллях, фаиза ата'агу ханнас руя ан-Ибн-Аббас». Смотри, теперь второе мнение относительно этого аята. Сказали «Аль-Вас-Вас-Аль-Ханнас» – научающий, отступающий, то есть шайтан приходит к человеку и начинает научать его всякими дурными мыслями. И если человек подчиняется ему, то есть кому? Шайтану. И поддается на его научение, то шайтан уходит от него. К другому человеку. Почему? Потому что все, он свое дело относительно этого человека сделал. Разница есть между вторым мнением и первым? Есть. Первое мнение говорит, что шайтан приходит и начинает научать человеку, если тот находится в забвении. Если же тот начинает подчиняться Аллаху и вспоминает об Аллахе, то шайтан тут же уходит. А второе мнение немного наоборот. Говорит, шайтан приходит и начинает научать человеку его сердце, и если человек подчиняется кому наоборот? Шайтану. и поддается его научениям, то шайтан уходит. Шайтан уходит, почему? Потому что он сделал свое дело, ему больше делать нечего здесь. Он переходит в другой личности. Уакил Аль-Ханнас Аль-Раджа. Теперь есть третье мнение. Некоторые из ученых, которые сказали, что Аль-Ханнас, то есть Аль-Раджа, Раджа постоянно возвращающийся. Как понять? Смотри. Привернцы первых двух мнений сказали, что Аль-Ханнас, то есть уходящий, тот, который научает в сердцах людей, и уходит. Почему он уходит? Разногласия. Кто-то сказал, потому что он вспоминает об Аллахе, а тот сказал наоборот, потому что он поддается наваждению от шайтана. Другое мнение, теперь третье. Люди сказали о некоторых из муфасиров Аль-Ханнас, то есть Аль-Раджа, который постоянно возвращается. То есть он приходит постоянно. Постоянно приходит, научает и уходит. Постоянно приходит, научает и уходит. Приходит, научает и уходит. Это имеется в виду Аль-Ханнас. То есть привернцы третьего мнения, чем отличаются от первого и второго мнения? Тем, что они не указывают на то, почему он уходит. Из-за того, что человек подчинился Аллаху или, наоборот, из-за того, что подчинился Шайтану. Ну, просто говоря, то, что Шайтан так поступает. То есть, постоянно приходит и уходит. Не потому, что человек подчинился или не подчинился. Но его природа такова, что он Ар-Раджа, Ханнас, то есть, постоянно возвращающийся. Уходит, приходит, уходит, приходит. Ру-иан-Ибн-Амбас. Это мнение передаётся от Ибн-Амбаса, но с неустановленным и снабом. Говорит, Вал-Каул, Биан-На Ханнаса, Загаба, Ау-Ла. Но первые два мнения более сильны, нежели третьи. То есть, слово о том, что слово Ханнаса означает Загаба, уходит, отступает. Это мнение является более верным. Для кого-либо Аллах? Потому что Всевышний Алсан Малатал сказал, Но нет, я клянусь отступающими планетами. То есть, имеется в виду, отступающими звёздами. В том смысле, что они перестают виднеться на небосклоне после того, как выходит солнце. Или после того, как светает, становится светло. Знаете, что у нас получилось? При верности первых двух мнений говорят, что Ханнас, то есть отступающий, уходящий. А при верности мнения третьего сказали Ханнас, то есть Раджа, постоянно возвращающийся. То есть, не уходящий, а какой уходящий и приходящий. Уходящий и приходящий. Говорит Шайаба, Джаммак, более верным являются первые два мнения. То, что под Ханнас имеется в виду именно уходящий. Но отсюда понимается то, что он возвращается. То есть, нет такого, что Шайтан ушёл одни раз и больше никогда не приходит. Поэтому, с точки зрения арабского языка, первые два мнения являются более верными. что само по себе слово ханнас имеется в виду уходящий, но третье мнение является неверным с точки зрения действительности, в том смысле, что шайтан, когда бы он не ушел, обязательно вернется, когда бы он не ушел, обязательно придет и так далее. Говорит, теперь есть четвертое мнение, то, что означает постоянное свойство шайтана. Смотрите, в том смысле, что если шайтан приходит человеку и научает его подчиниться ему, то есть шайтану, и ослушаться Всевышнего Аллахского Наталья, и если человек подчинится шайтану в этом ханаса, то шайтан уходит. И то же самое, если человек не подчинится шайтану, но будет поминать своего Господа, вспомнит о Всевышнем Аллахском Наталье и прозреет, протрезреть, то все равно шайтан уходит. Почему? Потому что освас ханас это постоянное свойство шайтана, которое научает и уходит. То есть вот это вот мнение четвертое похоже на какое мнение? На третье, которое скажет ханас, то есть раджах, постоянно возвращающийся. Но чем отличается четвертое от третьего? То, что приверженцы четвертого не говорят ханас постоянно возвращающийся, но говорят ханас отступающий. Но из чего берется то, что он постоянно возвращается? Слово освас, то есть он не только отступающий, но и научающий. Отсюда берется то, что он и научает и отступает, и научает и отступает. Но чтобы научать, нужно вернуться после того, как отступил. Правильно или нет? Правильно. Значит, при лет четвертого мнения говорят, что Уас-Уас, Хан-Нас, это два постоянных свойства шайтана. Он постоянно научает без разницы. Подчиняется ему человек или не подчиняется. Одолел он человека или не одолел. Достиг он своей цели или не достиг. И постоянно отступает. То же самое без разницы. Достиг он своей цели или не достиг. Он в любом случае приходит, научает и уходит. Приходит, научает и уходит. Без разницы, достиг он своей цели или не достиг. Таково его постоянное свойство. Значит, вот это вот четвертое мнение в действительности объединяет между собой первые два мнения. Почему? Потому что привернцы первого мнения говорят, что шайтан отступает, если человек не подчиняется ему и подминает Всевышнему Лос-Паналталю. А привернцы второго мнения говорят, что шайтан отступает, наоборот, если человек подчиняется шайтану и не подминает Всевышнему Лос-Паналталю, но остается забит. А при этом четвертом мнении говорят, он отступает в любом случае. То есть они как бы сказали, при этом первом и втором мнении являются правыми. Их мнение у обоих является верным. Говорит, «По адисы которого у вас ваз ханнаса». Почему? Потому что это его постоянное свойство. То, что он постоянно научает, постоянно отступает. «О Ахьяр Идн Джарир». Смотри, и это говорит мнение выбрал Идн Джарир Ак-Пабар. «О Мурджамун Хасан. Малам язвуд Аль-Марфу». Говорит, «Шер Маджиммар». И это действительно хорошее объединение первых двух мнений. Если не является достоверным, хадис Анаса ибн Малик, о котором мы говорили выше. Хадис Анаса ибн Малик, о котором мы говорили, то, что шайта накладывает свой хобот на сердце человека и проглатывает его, начинает наущать в это сердце, если человек остается в забвении. Мы сказали, этот хадис не является достоверным. Поэтому вот этого четвертого мнения является, говорит Шер Маджиммар, довольно прекрасным. То есть объединяет в себе первые два сильных мнения. В Акаджапе Сахаим приходит, говорит, у имама Аль-Бухари, а также имама Муслима. «Он София, жена пророка, которая сказала». Однажды, когда пророк, салу лау лау саламу, совершал айтикав, то есть постоянно неотлучное пребывание в мечети, то есть в месяц Рамадан, я пришла к нему для того, чтобы навестить его ночью, то есть в ночное время. И мы говорили, то есть разговаривали, беседовали. Говорит, затем я встала для того, чтобы вернуться домой, и пророк, салу лау лау саламу, встал, чтобы проводить меня. Почему пророк, салу лау лау саламу, встал, чтобы проводить? Потому что было ночное время, то есть опасно отпускать женщину одну в ночное время. И не только в опасности дела, но также и женщине является чем более удобным, когда ее кто-то провожает. Потому что, возможно, постигнет страх, возможно, появятся собаки на дороге, или что-либо из опасных животных, как скорпион, змея и так далее. Вакана Масхенуга, Фидария Усама Ибн Зейд, говорит передатчик этого хадиса, и она жила в доме Усама Ибн Зейда. Не имеется в виду то, что она жила вместе с Усама Ибн Зейда, или именно в его доме. Имеется в виду, что жила в этом доме София, и это был ее дом, но когда она скончалась, или после этого, Усама Ибн Зейд выкупил этот дом и стал жить в нем. То есть, передача хадиса рассказывает своим ученикам, или тем, кому он рассказывает этот хадис, исходя из современности. Говорит, вот этот дом же есть Усама Ибн Зейда? Да. Вот, в этом доме жила София. Не имеется в виду, что она жила вместе с Усама Ибн Зейдом в одно время. Говорит, Говорит, и когда пророк, салаллаху алисалям, шел со своей женой Софией, мимо него проходили двое из ансаров, двое мужчин из ансаров, и когда они увидели пророка, салаллаху алисалям, то прибавили в ходик, чтобы не мешать пророку, салаллаху алисалям, идти с его супругой. И тогда пророк, салаллаху алисалям, сказал, подождите, не торопитесь, это же София, это моя жена, и тогда они сказали, преславен Аллах, о посланник Аллаха, то есть, неужели мы про тебя подумаем плохо, что ты ведешь к какой-то посторонней женщине. Попал ли тогда пророк, салаллаху алисалям, сказал, и на шайтана, я же имена венса, межраддам, шайтан, поясни, передвигается в человеке, подобно тому, как передвигается кровь. И я испугался, что шайтан может забросить ваше сердце какое-либо зло, или что-либо, то есть, что-либо дурное, что-либо плохое из мыслей про меня. А, как известно, дурная мысль о пророке, салаллаху алисалям, является чем, является неверим. Поэтому пророк, салаллаху алисалям, высказал им свое оправдание, то есть, указал им на то, что это не является, эта женщина не посторонняя женщина, но его жена. Для чего привел шайбаджимал этот хадис? Для того, чтобы указать на то, что шайтан передвигается в человеке с кровью, или подобно крови, и постоянно приходит обступать, постоянно приходит и обступает. Говорит, аль-Лази уасвису фи суду лин-нас, миналь-джинна-тиван-нас. Всевышний Господь Матар Дали в этой суре говорит, а кто такой уасвас аль-Ханнас? Это тот, который научает в сердцах или в грудях людей, миналь-джинна-тиван-нас, и бывает из джиннов и людей. И научает, как в сердцах джиннов и людей. Сейчас придет разногласие относительно этого аят. Говорит, аль-Аш-Шайтан, ху аль-Васвас аль-Ханнас. То есть, шайтан, он и есть аль-Васвас аль-Ханнас, который постоянно научает и вместе с этим отступает. Аль-Лази уасвису фи суду лин-нас, сава миналь-джинн аль-Инс. Который научает в грудях нас. Без разницы, кто относится здесь к слову нас. Будь то люди или джинны. То есть, шайтан джинн. Научает как в сердцах людей, так и в сердцах джиннов. То есть, не нужно думать, что научение постигает только людей. Но научение постигает также джиннов. Говорит, это если мы скажем, что слово нас в этом аяте берется от слова навас. То есть, передвижение. Говорит, как мы говорили раньше, слово навас означает движение и переворачивание. И под словом нас может подразумеваться не люди именно, а кто вообще любые творения, которые могут передвигаться. Поэтому говорит, что сюда подпадают также джинны. Говорит, и это подтверждается аятом, который приходит дальше, где Всевышний говорит, миналь-джинн аль-Инс из джиннов и людей. И это мнение выбрал Ибн-Джирир Актобер. Значит, первое мнение относительно этого аята касается чего или заключается в чем? Я ищу прибежище у Всевышнего Аллаха, у Господа людей от зла васваса ханнаса, то есть от зла шайтана, который научает их тупать, который научает в сердцах нас, а кто-таки нас? Миналь-джинн аки он нас. То есть, в сердцах как джиннов, так и людей. Это первое мнение. Теперь второе мнение. То, что под васвас аль-Ханнас имеются в виду те мысли, которые есть в сердце человека, те мысли, которые возникают в сердцах людей. Как это пришло имаму Бухария, даже имаму Муслама, со словами Урейли, который сказал, сказал посланник Аллаха, Поистине Всевышнего Аллаха, простил в моей общине то, что происходит из мысли в ее сердцах, пока они не выскажут эти мысли или пока не совершат действия согласно им. В афирею аль-Бухари, объявляет имаму Бухари, приходит, амма-восвасад ау-хадда-садби-анфусах. Всевышний Аллах, простил в моей общине то, что происходит в их сердцах из научения или то, что приходит в их сердцах из мыслей. Значит, что получилось, то что аль-Васвадс, аль-Ханнас, это в своей основе сами по себе мысли и образы и представления, которые происходят в человеке. Значит, веншаджи-ли-Васвадс, аль-Ханнас, я ищу прибежищего Всевышнего Аллаха, от зла научений, которые есть в сердцах. Аль-Лази-И-Васвы-Суфи-Судуин-Нас, которые, то есть эти научения, приходят в сердца людей, то есть научаются в сердцах людей. Мин-Джидна-Ти-Он-Нас как в сердцах джиннов, так и в сердцах людей. Это второе мнение. Вакиля, значит, второе мнение возвращается к чему? К предыдущему аяту. Слово, иншаджи-ли-Васвадс, аль-Ханнас, некоторые ученые сказали, аль-Васвадс, аль-Ханнас в данном случае имеют в виду сами мысли, сами вот эти вот научения и наваждения. Вакиля, теперь следующее, третье мнение. То, что аль-Васвадс, то есть тот, кто научает, бывает как из джиннов, так и из людей. Потому что как люди, так и джинны могут называться шайтанами, шариаты, если они удаляются от истины. Смотри, третье мнение, чем отличается от первого? Коринным образом отличается. Первое мнение говорит, аль-Васвадс, аль-Васвадс, аль-Ханнас, я ищу прибежащего у Господа людей, от васвадс, аханнаса, от шайтана, который является научающим и выступающим, который научает, аль-Ханнас, в грудях людей, миналь-Джинна-Ти-Он-Нас, как в грудях джиннах, так и в грудях людей. А третье мнение говорит, аль-Васвадс, 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 аль-Ханнас, от того, кто научает в сердцах людей, миналь-Джинна-Ти-Он-Нас, и он, то есть аль-Васвадс, аль-Ханнас, научающий и выступающий, бывает как из джиннов, так и из людей. То есть разница есть? Есть. То есть в первом случае имеется ввиду то, что шайтан бывает из джиннов, и он научает как в сердцах людей, так и в сердцах джиннов. А третье мнение говорит, то есть то, что шайтан, который нарушает в сердцах людей, бывает как из людей, так и из джиннов. Говорит, Павел Таада сказал Всевышний, и так мы определили или установили для каждого пророка врага из шайтанов, которые бывают из джиннов и людей. И в этом аяте, если мы возьмем третье мнение, смысл его получается такой. Я прибегаю за прибежищем от Уасваза Ханнаса, который нарушает в грудях людей, и он, этот Уасваз Ханнас, бывает как из джиннов, так и из людей. Что касается джиннов, понятно, как он нарушает и как он отступает. Что касается людей, как люди нарушают и отступают. Люди, так же как джинны, подходят и нарушают различные дурные мысли. Но шайтана мы не видим и не замечаем, а человека мы видим и замечаем. Но его услуг, то есть его манера, его манера нарушения тоже является какой-то скрытой. То есть так, что человек не замечает то, что ему нарушали, нарушали, ушли. То есть он поддается, как бы остается в чем-то заведением. Видишь, говорит, разница между джинном и людьми в их нарушении. В чем? В том, что нарушение джинны является скрытым. В том смысле, что мы не видим джинна. А нарушение человека явное. То есть в том смысле, что мы видим человека. Человек не может нарушать, не находясь близко. Говорит, говорит, но вместе с этим манера нарушения человека тоже является какой-то скрытой. Так что человек даже не понимает, даже не замечает то, что ему нарушали различные дурные мысли в сердце. То есть зачастую человек приходит к тебе в качестве друга и в качестве советчика. Советует тебе дурные мысли, ты даже не замечаешь, что он учит тебя дурному или советует тебе дурное. Советует тебе то, результатом чего станет вред тебе. И ты ему поддаешься. Видишь, говорит, потому что ты не замечаешь его нарушение. Вместо того, что человек перед тобой явно стоит. Никак джин, которого ты не видишь. Говорит, о, вы, от хатада, это мнение, то есть мнение третье. Передается от Хатады и от Хасына Аль-Басри, но с неустановленными и снадами. Вабилия коль мукатир. Но это мнение установлено от кого? От мукатир. Думаю, понятно. Разница между третьим мнением и первым. Вакилия на каулю минал джинна мубайина ли каулия аль-васуаз. Теперь смотри, есть еще четвертое мнение. Тоже, которое является каким интересным. Некоторые сказали, минал джинна является разъяснением слова аль-васуаз. Хай ан-нагад аль-васуаз минал джинн. То есть то, что этот васуаз, васуаз ханназ, является из кого? Из джиннов. Ван-наз ма'туф аля каулий миншаржи лусуаз и ханназ. А слово нас возвращается вообще к чему? Возвращается к предыдущему аяту. Миншаржи лусуаз и ханназ. Как это понять? Смысл этого следующий. Коль аууза берут в нас, миншаржи лусуаз аль-дин маль-джим, во миншаржи линнас. Закару аль-кухтыли. Смотри, как получилось. То есть, получается смысл этих аятов следующий. Скажи. Коль аууза берут в нас, маленький нас, и ла ин-нас. Скажи, я ищу приберющего Господу людей, властелина людей, царя людей. Миншаржи лусуаз от зла, васуаз аханназа, аль-дин маль-джим, который научает в сердцах людей, миналь-джим, и убывает из джиннов. Вот это вот, васуаз ханназ. Ван-нас, и от людей. То есть, что и от зла людей. Еще раз, это мне не упомянул кто? Аль-кухтыли. Еще раз. Я ищу приберющего Господу людей, царя людей, бога людей. От чего? Миншаржи лусуаз аханназ. От зла васуаз аханназа. Который что делает? Который научает в грудях людей, миналь-джим, и убывает из джиннов. А вот последнее слово ван-нас, то есть, миншарви нас тоже. И я тоже прибегаю за защиту Господа людей, царя людей, бога людей, от зла людей. Значит, от чего получается, исходя из четвертого мнения, человек прибегает за защиту косивающего мала-сформута? От зла джиннов, которые бывают васуаз аханназ и научают в сердцах людей, и от зла людей. То есть, не обязательно, которые научают или что-либо делать. Нет, просто от зла людей в общем. Значит, слово ван-нас, самое последнее в этой суре, миналь-джим, и ван-нас, возвращается к предыдущему, от зла. То есть, приписано к предыдущему аяту. Как бы стоит отдельно. Говорит, что же касается верного мнения из всех этих четырех мнений, то верным кажется мнение о том, одному Аллаху известно. То, что самым правильным мнением из всех этих четырех мнений являются все эти четыре мнения. То, что все эти четыре мнения являются верными. Как указание на красноречие Кур'ана и широту его смыслов. Действительно так, Всевышний Аллах Ахану Та'ала выражает одним аятом несколько сразу смыслов. Это из красноречия Кур'ана. То, что один аят может выражать и эту мысль, и эту мысль, и эту мысль, вместе с тем, что они друг друга не противоречат. Действительно противоречат эти мнения друг другу или нет? Нет, они друг другу не противоречат. В том смысле, что могут быть истинными и правдивыми все, в действительности. Все могут быть правдивыми одновременно. Значит, верным мнением относительно этих последних аятов, Является то, что все эти четыре мнения относительно него являются верными. Говорит, Значит, что это за четыре мнения получилось? Первое мнение то, что шайтан научает в людях, как людей, так и джиннах. И то, что вот этот вот научатель может быть со своей стороны, как из джиннах, так и из людей. И то, что под уасваса, под научением, может подразумеваться хадисом на мысли и различные образы и предположения и тому подобное, которые могут возникать в сердцах людей. Это третий. И то, что необходимо прибегать за Всевышним Аллаху Сан-Утара к его защите от зла джиннах, которые научают в сердцах людей, и от зла людей в общем, тоже является требуемым и берущимся из этой суры. И одному Аллаху известно лучше. На этом, по милости Всевышнего Аллаха Сан-Утара, завершился это все суры нас, а больше этого завершилось изучение нами нашей этой книги и всех сур 30-го джуза. И все это по милости Всевышнего Аллаху Сан-Утара. И хвала ему одному, который облегчил нам это великое дело. И прошу Всевышнего Аллаху Сан-Утара, чтобы он дал нам пользу в том, что мы изучили, укрепил для нас наши знания относительно этих сур, помог нам в дальнейшем изучать также остальные суры Кур'ана и понять их смысл в широком и глубоком смысле. И принес пользу этими уроками каждому, кто имел к ним хоть какое-либо отношение. Чтобы это знание стало полезным для нас и доводом за нас, как в этой жизни, так и в следующей. И чтобы Всевышний сделал так, что эти знания применялись к нам в жизни и не остались лишь в книге, и не остались лишь на записи. Субханакаллаху и хамзик. Ашадуаллаху и ла и ла и ла ант. Астагхираллаху и ла и ла и ла и ла и ла. Астагхираллаху и ла и ла и ла и ла.